на портал экзегет поступил вопрос а что делать если ты каешься молишься исповедуешься а со смертным грехом справиться не можешь и что надо делать прежде не впадать в уныние потому что уныние это самый тяжелый грех что он отрезает нас от бога от помощи божией ты вот я просто цитирую поэсии святогорца ты в храм можешь ходить по воскресеньям ходи ты утренней черной молитвы можешь читать читай ты там еще что-то можешь такое это же касается духовной жизни делать делаем там на исповедь ходить ходи а дальше бог видя твои усилия твое старание плюс конечно требуется сокрушение которой духа о своем этом грехе который никак можно оставить раскаяться там будут или там еще что-то пьянство там и другие тяжелые формы греха бог виде это и благодаря тому что даешь ему возможность не прерывая связь с богом через церковную духовную жизнь касаться души бог со временем тебя от этого греха избавит практически гарантированно самое страшное что повторяю впасть в уны и скажешь ну все но вот вроде я все старался и ну и вроде ничего не помогает ничего не твердировать на рн уже и ничего делать не надо такой в родился что называется нет ну например вот тут что можно сказать если вот взять опять же слова другого святого и андамаскина вы что вот человек богочестивому но гордому бог на пускает как раз буду на грех чтобы его смирить вот иногда чтобы с одним грехом справиться вот прежде всего с гордостью здесь тяжелее всего справиться бог пускает другой тяжелый грех но это такой грех который человек но явно видит но для человека благочестивого блюд это но явный грех и таким образом он каясь в этом грехе он борется не только с этим грехом но с блюдом допустим да а прежде всего с гордостью которая является опять же корнем ноги грехов других том числе вот и того же самого да чтобы на грех 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 гордыни они очень тесто связаны по ученистых отцов вот поэтому не надо унывать надо продолжать смиренно каяться вере в бога любви и вот эта вера тебя повторя гарантированно спасет не такого греха который бы бог не мог простить не такого греха который бог бы не подали не позволил бы преодолеть со своей помощью естественно божий нет такого греха поэтому не теряй веры а верь живи церковной жизнью а дальше бог ну вот как он знает так тебя спасет то что ну хорошо ты покаялся буду грех допустим бы оставил а ты бы со гордыни попал бы вот даже бы не задам не заменит это было даже не замечал бы в себе ничего я в церкви хожу там чая исповедуюсь а то что ты там при этом далек от бога вот и страшная история вы знаете причины святителя которая когда умирал некий подвижник в городе все плакали как мы такой молитвеннику умирает как мы без него без его молитв заступничество а некий другой подвижник был таскать в этом городе он видел как бог сказал ват он за всю жизнь ни разу меня не порадовал монах затворник ни разу не порадовал так может быть это затворник лучше было впасть бут чтобы в этом покаяться и в ад не попасть но потом будет конечно тоже покаялся в этом случае понимаете фрисеи которые распяли христа тоже вели брак чести в внешнюю жизнь ах бога человек купили это нам бывает эти вот почему так вот эти некоторые грехи нам прежде которые касаются гордости бывает мы не замечаем их они нас ведут в ад а мы их не замечаем и вот господь дает в это явный грех чтобы мы имели источник покаяния имели источник смирения если вот в карас как скалвер не потеряем то через это покаяние нас господь избавит от нашего главного греха и ну а потом конечно все страницы тоже от нас стоит естественно вот и мы спасем свою душу таки у нас внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео